Сегодня третьеклассники граждане страны сказочные. В ней живут герои волшебные, причем по законам российским. И впереди у них выборы президента. Детям рассказывают о бюллетенях, кабинках для голосования, урнах и о самом избирательном праве. Такие уроки сейчас начались по всему Ставропольскому краю в рамках образовательной акции «Я гражданин». Взрослые ведь голосуют, а вот зачем? Чтобы все объяснить, учителю начальных классов пришлось посидеть над книгами. Нам пришлось прочитать, что же такое выбор, вспомнить немножко, как это происходит процесс выборов, чтобы до детей донести, что же такое выбор и что их в будущем предстоит, ожидает, когда они станут совершеннолетними. Они должны знать, что происходит в России, что родители делают выбор, и очень главный выбор в их жизни. И что все зависит от родителей, какая будет жизнь в дальнейшем не только взрослого поколения, но и этих малышей. В сказочном царстве есть одно лишь отличие. Не нужно ждать совершеннолетия. Голосовать можно с 7 лет. Но это на следующем уроке. Сегодня знакомится с кандидатами. В списках Василиса Премудрая, Принцесса Прекрасная, Стойкий Оловянный Солдатик и доктор Айболит. Артем Севаконев сказочным выбором обрадовался, ведь на настоящих с родителями еще ни разу не был. Но очень хочется увидеть, как все происходит. Тем более теперь знает, что может случиться, если не голосовать. На выборы нужно ходить, чтобы не выбрали какого-нибудь другого, который объявит, например, войну. О военной мощи, устройстве государства, символах России и выборном праве рассказывают всем ученикам с 1 по 11 класс. И тем, кто уже изучает историю выбирать, предлагают из исторических персонажей. Школьники изучают кандидатов, некоторые с предпочтениями. Определились? Готовы раскрыть тайну выбора и свое отношение к самому избирательному процессу. Петр Первый провел хорошую реформу в нашей стране. Проложил путь в Европу. Неплохой персонаж. Есть люди, которые считают, что голоса ничего не решают, но тем не менее, мне кажется, если проголосовать, возможно, что-то изменится. И ради прикола голосовать это глупо. Очень, очень глупо. Для школьных выборов позаимствуют в избирательном пункте настоящие урны. Их установят здесь, в поле. И все 742 гимназиста смогут сделать свой выбор за сказочных или исторических персонажей. Явка обещает быть стопроцентной. Катерина Сафонова, Александр Приходько, Ставропольское телевидение.